всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале в начале я хочу поблагодарить за ваши донаты как всегда мне это приятно и я уже заказала новые колоды одна из них придет самое ближайшее время в дальнейшем дай бог я завершу курс по запись курса древа жизни и у меня есть планок записать курс я очень люблю мифологию мифология втором и колода который я заказала мне придет вот на дне она как раз таки называется по моему олимпус народ ну то есть там изображена вся греческая мифология вот ну это к теме и возможно в будущем я сделаю курс связи мифологии и таро очень мне нравится недавно где-то я прочитала какой-то комментарий о том что считываете вы новая энергия у меня это действительно так я работаю сейчас новой стихии такой достаточно структурный вот и плюс дни у нас уже достаточно солнечные теплые приятны вот отсюда у меня и подъем настроения и сегодня я вспомнила в инстаграме выкладывала stories вспомнила песню скриптонита которая называется космос а поскольку я для работы с бессознательным использую метафоры часто в раскладах использую там есть такая такое выражение да ты пахнешь как любовь и вот мне сегодня захотелось сделать такой расклад для кого-то весенние легкие потому что я так понимаю что уже устали от проработок хочется чего-то периодически какой-то вот я не знаю легкости что ли праздника поэтому сегодня у нас будет легкий такой расклад назвала я его чем от вас вея да какой аромат излучаете потому что я сначала хотела назвать расклад как в песне да ты пахнешь как любовь хотела назвать чем вы пахнете а потом как-то вот ну не очень красивая ассоциация бы было у некоторых вот поэтому я решила оставить так вот чем от вас свет и какой аромат вы излучаете я попробую в поле считать потому что вас много я попробую поле считать информацию да а вас работать будем на колоде небо и земля и на колоде таро шаманов у меня есть две колоды вот эта колода называется таро шаманов и другая которая вам понравилась она называется танец шамана то есть не путайте их позиции выбирайте перед вами тайм-коды тоже есть колоды я перемешала ну что готовы давайте мы приступим и так отодвигаю вот эти два камешка позиция номер один голубенькие камешек чем от вас свет здесь свежесть свежесть сразу пошла свежесть какие-то у вас перемены видимо пошли такой знаете легкий ветерок он обычно бывает летом ну по крайней мере у нас греции пахнет гордений вот мне сказали что есть такое русское слово да то есть я не знаю как называется цветы многие по-русски но вот мне сказать что гордыня есть вот и здесь вот такой знаете сладковатый запах но не приторный а такой легкий легкий бриз и вот этот вот эти как мы говорим ветер перемен еще напоминает и если ну вам удавалось путешествовать по морю и вот такой соленоватый запах моря легкий легкий и запах моря вот что-то такое сейчас видит от вас я могу сказать что какие-то перемены в вашей жизни появились вы их может сразу и не замечать но уже где-то вот какие-то нотки да как мы говорим в духах вот нотки чего-то да такая прям вот капелька чего-то вот у вас сейчас от вас веет что-то такое какие-то перемены да вашу жизнь но они не врываются это не быстро это не скоростные а такие легкие когда знаете так ветерок и он так волосы был подхватил немножко так приподнял и опустил такое нежное что-то такое нежное у меня ассоциируется с какими-то маленькими белыми цветочками как я уже сказал возможно гордыни и легкие такие незаметные перемены решен чем от вас веет давайте посмотрим четверка жезлов аркан справедливости и шестерка кубков чем от вас ведь сейчас вот справедливость да в данном случае она хоть и и жесткий такой аркан так вот здесь когда я говорила а папа перемена да вот здесь мне как раз таки показывает что от вас веет пришла какая-то знаете вот пора справедливости что ли когда все долги уже отданы когда все что нужно было сделать вы уже сделали здесь такое ощущение что вы как будто бы начинаете жить для себя да может быть у кого-то уже дети выросли ушли может быть здесь какой-то знаете вот кто-то дом может завершил строить и сейчас такой вот период праздника но это праздник не празднование такой где радость смех и очень много эмоций а здесь такое знаете вот легкое ощущение внутренней какой-то удовлетворенности да вот это вот наслаждение тем более шестерка кубков нам говорит о чем-то прошлом здесь вот что-то завершенное до из прошлого здесь нету ностальгии здесь вот как будто бы кто-то поставил точку до на прошлом и вы не то чтобы вы готовы идти вперед а вот здесь вот это внутреннее удовлетворение что все вот это завершилось и от этого так приятно от этого так хорошо вот это вот легкость это не про то что вот груз плечи все я теперь могу отдохнуть нет это не грубые какие-то энергии здесь энергии достаточно такие легкие и вот это вот знаете мне здесь картинка такая идет женщиной которая ощущение того что вот как будто бы рассталась со своим партнером которому давно уже нужно было и вот она значит так сумку так это на плечо забросила и пошла легкая походка вперед а приподнятый головой подбородок слегка наверно типа наконец-таки я это сделаю и как оказалось мне это идет во благо то есть я от этого кайфу и от этого получаю удовольствие то есть кто молодец я молодец но здесь не воинственно здесь не победа за которой вы сражались а нет а здесь какая-то вы знаете вот легкость я это сделала аж самой не верится на вот здесь вот такое вот ощущение иногда бывает что вот руки до чего-то не доходят и а потом этот период когда вы все-таки собрались что-то сделали и и аж не верится неужели я это завершил то есть неужели это произошло вот здесь вот какой-то даже еще и удивление некой да от самой себя не от кого-то то что вот вы смогли что вы это сделали чем еще от вас веет ну вот здесь праздником веет мне природы веет каким-то природы знаете вот свет свежестью свежестью я не знаю как описать запах свежестью но у каждого он свой да вот я говорила же о завершении вот у меня вышло как раз таки ну вот все что я сказала да карты мне подтвердили то есть десятка лука в данной колоде она говорит о неких таких разрушениях когда здесь знаете даже что произошло вот это завершение откуда у вас эта легкость а если бы здесь выпала башня да я бы сказала что вот она прям очень четко описывает о неких таких разрушениях шаблонов здесь ощущение того что вы избавились от каких-то иллюзий то есть что вам как будто бы что-то нужно что вы долгое время что-то хотели как-то ожидали а потом какой-то момент вы это поняли что а мне это не надо то есть то что я просила то что я хотела по факту оказалось мне совсем не нужным да то есть и вот вы это как будто бы неожиданно увидели и у вас получилось облегчение потому что вместе с этим осознанием у вас упал груз всего того вот как чего-то старого что вы долго долго в себе несли выпадает 20 аркан суда и шестерка жезлов да то есть победителем вы вышли победителем над самим собой да то есть вот это разрушение причем 20 аркан он у нас всегда говорит о памяти и он выпадает как раз таки у меня на на справедливость и я могу это интерпретировать как то что что-то давно что нужно было уже отсечь да что то что от чего нужно было избавиться причем это может быть даже из прошлых воплощений здесь ощущение того что может быть какой-то узел развязался может быть какой-то сценарий вы проработали но это однозначно связано с какой-то идеализацией может быть вы идеализировали какого-то человека а потом знаете и чувствовали какая-то вина у вас была по отношению к нему а потом вы как будто бы посмотрели на него по другим углом иллюзии спали и вы его увидели настоящим человеком и вот это вот чувство вины что я в чем-то виновата перед виноват виновата перед тобой а иллюзии когда упали вы увидели настоящего человека то вот это вот и чувство вины вместе с ним ушло почему потому что а винить ты никого не надо оказывается это все было придумано то есть вот эти вот все эмоции все переживания вот эти все веяния ваши они все ушли здесь какой-то сценарий того о чем вы представляли либо какой вы хотели быть каким вы хотели быть вот это вот все рухнуло это все ушло на второй план и у вас появилась вот это вот облегчение здесь будто пелена спала с глаз и причем вы знаете не просто упала а вот как будто бы шелк он так очень нежно нежно да вы даже и и не почувствовали и неожиданно увидели ну хочется сказать жизнь такой какая она есть и по факту то что вы боялись что вдруг настоящая реальная жизнь она будет неинтересно и скучно и либо еще что-то здесь вот это вот разочарование да в контексте того что иллюзии ушли реальную жизнь она вас удивила что насколько вы заблуждались придумывая себе какие-то там ожидания от чего-то что на самом деле реальность она превошла превзошла ваши фантазии да то есть вы даже в своих фантазиях не могли бы ну нарисовать вот эту реальность и ту ситуацию которая есть на самом деле такой то есть придумать лучше вы не смогли эту жизнь за вас как будто бы придумала и не знаю здесь что произошло но однозначно это приносит вам внутреннее удовлетворение это вот какая-то знаете внутренняя тишина но это не не пустота нет а это тишина такая знаете вот такого удовлетворения расслабления что некое такое блаженство что ли в котором вы сейчас пребываете от того что уже не нужно поддерживать вот это вот надуманность да вот это вот какую-то маску который возможно вы одевали не возможно и не знаю то чего вы хотели здесь как будто бы не вы прикладывали какие-то усилия а возможно сама ситуация показала вам то есть вот здесь как будто бы помощь помощь судьбы пришла вам да да эта ситуация как-то она связана с прошлым но в любом случае перемены которые сейчас у вас есть они во благо они вам нравится понимаете здесь вот такой вот иногда бывает стабильность такая достаточно гнетущая потому что в ней есть серость а вот у вас такой знаете это когда по морю путешествуешь и на корабле и тебя укачивает и вот только ты вышел на берег да не ступил так очень плотно хорошо двумя ногами на землю и вот такое вот внутреннее успокоение что все уже уже меня не будет шатать да я уже плотно стою на ногах и это так хорошо это так вот уже нет вот этого головокружения уже нет вот этой внутренней какой-то тошноты когда надо было как-то адаптироваться да под то что укачивает а здесь вас уже не укачивает вы уже хорошо стали на ноги вам это нравится какой аромат вы излучаете то есть чем вы видите я сказала переменами чем от вас свет переменами какой аромат вы излучаете но по луне какой аромат вы можете излучать и шестерка мечей на аромат нежности давайте я скажу у меня здесь идет немножко как этот несогласие потому что карты говорят одно а я все-таки луна она такая достаточно ну по энергетике вот этот аркан он достаточно такой тяжеловатый а то что я считываю от вас да вот какой-то аромат который вы излучаете он не пряный нет он как я и сказала он такой достаточно легкий аромат перемен я даже не могу вам какую бы метафору использовать для того чтобы передать аромат однозначно какого-то света белого да не цвета а свет наверное знаете вот если бы снежинки как-то пахли потому что мне здесь идет такое знаете что-то хрустальное прозрачное с блесками да вот как я не знаю как камни зворовский наверное в темноте могут блистать вот этот вот блеск да только он какой-то тяжелый а а здесь вот именно прозрачность да какие-то вот льдинки но они не холодные до аромат чего аромат перемен аромат криков птиц да у меня здесь нарисованы чайки которые парят над море да и вот этот вот чайка она у не ассоциируется как-то состоянием души и вот здесь вот этот вот аромат он такой бы к вам это объяснить а предвкушение вот так скажу аромат предвкушения чего-то что превзойдет все ваши ожидания я бы так сказал какой аромат вы излучаете так рыцарь петакли а здесь еще лесом пахнет вот еловыми шишками какими-то на травой но не не трава которая скошенная а лесом я не знаю вот с чем у вас ассоциируется лес вот здесь так пахнет я не могу это описать и по шпиндакли на лесом пахнет какими-то шишками орешками что ли почему-то мне здесь идет мужской запах какой-то такой знаете кедровый что ли но однозначно вот лесом то есть до этого было как-то море как-то женское а теперь вот какой аромат вы излучаете какой-то вот мужской но показатель того что знаете не потому что вас энергии мужские а как человека который знает что он хочет и вот это вот мужское это понимание себя это понимание своей ценности понимание того что я хочу в этой жизни до куда я иду то есть вот здесь вот прям в перемешку с чем-то таким вот женским да вот так вот так я скажу вот такая вот у нас была с вами позиция такая легкая захотелось мне что-то такого легкого и небольшого позиция номер два чем от вас веет какой аромат вы излучаете боже это что такое знаете чем мне пахнет мне пахнет лекарством и моим пахнет больницей я не знаю почему сейчас мы разберемся но вот мне почему-то показывают как это знаете красный крест как больницы медицинские вот и как то вот лекарствами пахнет то ли юдом то ли спиртом вот что то такое хорошо почему чем от вас веет десятка жезлов император и восьмерка пендагли зима хочется сказать знаете что вы как будто бы реанимируете почему не больницу показали как будто бы вы реанимируете себя сейчас каким-то образом здесь явно проскальзывает проявление себя двойки очень сильно изменились у меня по энергетике да все равно присутствует вот нежность какая-то такая открытость доверие детскость что-то такое вот но вы очень знаете я бы сказала как-то возрослили что ли либо перешли от личной жизни больше к реализации себя в профессиональной здесь вот у меня такое ощущение что на вас упала какая-то ответственность и вот вы вынуждены ваши дни они стали буднями серыми и вы вынуждены сделать вот здесь как-то знаете я может быть скажу сейчас не очень приятные вещи вот но это будет для кого-то точно то есть имейте ввиду что это общий расклад это не обязательно что у вас проиграется но вот то что я сказала веет у кого-то возможно есть человек за которым вы должны ну больной вот за которым вы должны ухаживать и вот здесь от вас веет вот этой знаете какой-то вот заботы но она вам тяжесть она вам трудная да вот какой-то вот каждодневный труд рутина но вы не можете отказаться это может быть я не знаю это может быть ваш отец это может быть ваш муж но здесь однозначно человек такой достаточно зрелый взрослые мне показывают который болен поэтому отсюда скорее всего вот идет запах медицинских препаратов здесь не вы больные здесь какой-то человек рядом с вами более причем у меня такой еще запах знаете разлагание да то есть не очень приятный хорошо это точно почему-то мне в поле это считалось чем вы еще видите давайте я посмотрю на этой колоде чем вы видите ну вот это вот уже больше вашей энергии да то есть у меня здесь если говорить по системе уэйтовской да пятерка педаклей выпала семерка педаклей и паш мячей чем еще увидите знаете здесь вот веет то что какие-то утраты вот здесь потеря чего-то потеря всего того во что вы верили то во что вы вкладывались то на чем вы работали здесь такое ощущение что вы этот урок проходите до специально мне кажется я уже в каком-то из раскладе говорил вам об этом о том что то что вы теряете сейчас и вам не нужно за это держаться да то есть это должно уйти из вашей жизни потому что через потери через утрату вас приведут к чему-то хорошему да опять-таки хорошее плохое это чисто такое субъективное оценивание но я хочу сказать что здесь вот кто во что вы верили вот какие-то ваши ценности они рухнули здесь вы как будто бы теряете себя но и себя не настоящего а себя придуманного и это должно произойти почему мне хочется спросить здесь вам не хватает отдыха здесь вы должны будете примириться сами собой да почему потому что здесь вас делают человека больше уверенного в себе человека который будет выбирать именно сам себя потому что вот этот вот аркан жертвы он у меня всегда проходит по двойкам говорящий о том что где-то вы жертвуете собой больше то есть не а здесь урок как будто бы идет того что вы должны научиться ценить себя да вы должны научиться себя ставить на первое место а вы пока это не можете сделать потому что не понимаете свои собственные ценности и у вас сейчас идет какой-то вот внутренний раздрай да то есть вам нужно как-то внутри себя самим собой примириться и урок вот этот как раз таки он в этом и заключается что вы где-то как-то убегаете да придумываете себе уходите в какие-то иллюзии вот но здесь у вас идут перемены вот чем от вас веет очень я сказала запах такой достаточно тяжелый когда долгое время не проветривают комнату и вот хочется прям вот открыть окна и двери да что-то свежее впустить но здесь именно вот этот вот процесс загнивания да он как будто бы должен пройти это когда осенью листья опадают и они начинают гнить да и вот это вот листья они становятся после того как они загнивают они становятся удобрением да то есть они потом во благо будут так вот здесь у вас нечто такое аналогичное и проходит не хватает легкости не хватает какого-то отдыха не хватает нового начинания знаете вот вашей привычной легкости не хватает вашего привычного вот куда-то движение да какого-то интереса вот здесь как будто бы знаете вот нету жажды к жизни что ли что то такое я не знаю что же у вас здесь произошло такое что у вас ну у вас разбитое сердце да то есть ваше желание не реализовались ваше ожидание не случились а если и случились они не принесли вам того удовлетворения удовольствие которое вы хотели бы да то есть вы настолько сейчас сконцентрированы на своей боли на своем каком-то разочарование огорчение что но не получилось так как вы хотели да у меня здесь выходит причем знаете восьмерка педакли уже второй раз на повторе и я могу предположить что здесь не личная жизнь да вот то что вот это вот я описала состояние здесь наверняка это связано скорее всего либо с профессиональной сферой да либо это знаете может быть связано как-то с вашей семьей то есть здесь замешаны мне кажется деньги либо какая-то недвижимость да может быть семейная там дом наследство что-то здесь такое и очень сложно я не знаю может быть вы чего-то лишились да то есть вас ну не внесли в завещание каким-то образом вот сейчас вам приходится работать то есть вы всю жизнь допустим сидели дома да у вас был какой-то достаток либо человек за вами как-то ухаживаем то есть финансово не были не было трудности а сейчас допустим достаточно зрелом возрасте вам пришлось выйти на работу да и вот вот это для вас в тяжесть не потому что вы не можете работать а потому что сама обстановка она настолько дискомфортно и вы не привыкли к этому здесь вот к чему-то таком вы не привыкли здесь вот сложность не проходит трудностью пахнет уроками пахнет чем еще от вас веет знаете хочется сказать какой-то обиды что ли вот обиды человека который сам себя накрутил что-то придумал да как будто бы человека который не берет ответственность за свою собственную жизнь вот такой у меня вей да и вот этот вот повешенный который было я говорила о жертвенности здесь как будто бы не знаете вот этот вот урок умения выбирать себя да ценить себя он про это и связан то есть когда нам кажется что ну я здесь ничего не решаю здесь у вас урок это не есть связанны с тем что вы и должны вы должны понимать что в любой ситуации не перекладывать ее другому человеку да то есть ну пускай там я не знаю жизнь разреши да либо пускай это решение человек принимает либо еще кто-то нет вот здесь такое ощущение что все трудности и сложности с которыми вы сталкиваетесь они связаны просто с тем что вам кажется что вы не можете принять ответственность что вы не можете как будто бы решить эту ситуацию, и вы ее перекладываете на другого человека, на ситуацию, неважно на что, но вы не берете. Знаете, вам проще, например, сказать человеку, выбирай либо это, либо это. То есть не прийти и сказать, я выбрал, значит так и будет. Нет. Вы как будто бы передаете свою жизнь в руки другого человека, и поэтому сейчас вас учат как раз-таки быть более решительным, быть человеком, который самостоятельно берет решение за свою жизнь. Здесь вот этим вот пахнет. Хорошо, какой аромат вы излучаете? Давайте попробуем посмотреть, какие образы придут, какой аромат вы излучаете. Грусти, мне вот прям идет такой, знаете, вот какой-то грусти. Когда человек сидит где-то на вершине горы и смотрит куда-то вдаль, а там снега, да, то есть холод, вот как будто бы бессознательное, как-то замерзло, холодно в душе. Какой аромат, да, вот какой-то вот не то чтобы ностальгии, а грусти, вот как будто беспомощность что ли. Но вы не хотите, чтобы вам помогали сейчас, если не про это, а вот какое-то возможно состояние здесь. Какой аромат вы излучаете? Шестерка мечей. Вот она как раз-таки говорит о том, что женщина здесь передает ответственность, да, вот этому лодочнику, чтобы он, ну, перевез их на другой берег. То есть, вот как будто бы вы хотите, чтобы кто-то пришел и помог, да. Неважно, это может быть словесно, это может быть морально. Трудно вам, трудно. Прям чувствуется это. Какой аромат еще вы излучаете? Вот я сказала грусти, у меня выпадает пятерка кубков. Вот какое-то, знаете, разочарование, скорби. Больше всего о себе. Вот вы как будто бы сожалеете о том, что как-то утратили сами себя, да, либо какое-то время, что когда-то был какой-то, какая-то возможность, шанс, я за нее не хватилась, да. То есть надо было тогда это сделать, а вы это не сделали. Вот здесь вот какое-то очень глубокое сожаление и желание одновременное что-то начать, да. Вот как будто бы начать заново. Либо у вас здесь есть сожаление, что я сейчас настолько привязан к какой-то ситуации, что мне не хватает легкости, я не могу из нее выйти и поступить. Ну, то есть нету свободы. Вот здесь вот ощущение какого-то, какое-то ограничение, вынужденности, да, в позиции. А хочется куда-то двинуться, да. То есть, а душа хочет песни. Вот как-то так здесь. А душа хочет легкости какой-то. А душа хочет выбрать себя. Вот прям нуждается в этом, да. Оставить то, что где-то, да, во что-то, возможно, вы вкладывались. То, что было для вас дорого, очень ценно. И прийти к самому себе. То есть, вот, знаете, вот, я не знаю, мне так кажется, есть такой прекрасный инструмент, если вы не слушали, найдите на ютюбе, послушайте. Называется дудук. Это типа маленькой дудочки вот такой. Но у нее звук такой, знаете, вот как будто бы душа плачет. Я не могу по-другому это объяснить. Каждый раз, когда я ставлю и слушаю, вот, он какой-то, знаете, мелодия как будто бы повествует о какой-то истории. Здесь вот, знаете, двойки у меня всегда такие романтичные люди. Мне напоминает, если мы говорим о поэзии Лермонтова, вот его состояние, его вот эти вот описания, какие-то такие, знаете, вот немножко меланхолично-драматические и в то же время что-то такое красивое, что-то такое душевное, родное. Вот такой аромат вы сейчас излучаете. Как будто бы вы, я не знаю, ваша душа поет какую-то песню, такую достаточно грустную, да, о каких-то сожалениях. И вот она плачет, оплакивает. Вот что вы тут оплакиваете, я не могу понять. Иерофант. Что же вы тут оплакиваете по Иерофанту? Иерофант у нас тоже, знаете, вот может говорить о каких-то ценностях, о традициях. И Верховная Жрица. Вы знаете, здесь может быть даже еще оплакивание о том, что когда-то, возможно, вы не создали ту семью, если мы говорим о личных отношениях, которую хотелось бы, да. Я не знаю, что у вас за дело сейчас такого, что вот всплыло вот это все, понимаете, здесь какие-то пласты вашей души всколохнули. Что здесь накатило-то, да, прошлое? Что с этим прошлым? Да, чувства какие-то вот из прошлого. О том, что, знаете, может быть, надо было, когда, вот здесь может быть еще даже такой период взросления, когда вы уже сейчас, допустим, можете что-то сделать, да, но уже шансов нет, уже время упущено, да. То есть то, что когда-то вы должны были сделать, то, когда вы должны были принять решение на себя, и вам не хватило мудрости, ну, вам не хватило знаний, да. А сейчас, когда у вас есть уже эти знания, благодаря тому опыту, уже нет возможности, да, что-то изменить, что-то сделать, уже нет возможности. Да, здесь вас накрыли эмоции, эмоции прошлого, какие-то вот воспоминания прошлого, может быть, у кого-то действительно и утрата вашего супруга. Здесь у кого-то может проходить такое, знаете, периодически накатывает воспоминания человека, которого вы потеряли, который был вам очень-очень близок. Хорошо, не хочу я грустное. Покажите мне, пожалуйста, что-то такое вот позитивное. Какой аромат вы излучаете? Ну, как я могу сказать, какой аромат вы излучаете? Ну, и выпадает у меня карта страха, карта разрушения, сокрушения. Ну, вот знаете, как будто вы в какой-то вот лихорадке находитесь, да, дикий страх, дикий страх, который вам недвижит, да, что всё разрушило. Вот здесь вот какое-то отчаяние у меня идёт. Вот чем вы пахнете. Почему? Знаете, дело в том, что вы, как и по пятёрке кубка, вот вы смотрите именно на то, что утрачено. И вы не видите сейчас то, что с вами происходит, насколько это вам во благо. То есть вам сложно понять, да. Вы как будто бы, вы не цепляетесь. Здесь не про то, что мы цепляемся как-то за прошлое, а здесь вы, знаете, как будто бы полностью погрузились в свои какие-то эмоции, да. И вот, как этот, скорбите, да. И это, возможно, какой-то этап, который вам нужно прожить, да, чтобы потом было вот это вот высвобождение, очищение, да, чтобы вы как-то дальше двинулись. Это как будто бы последнее прощание. Но оно настолько яркое, оно настолько... Знаете, когда, если вам удавалось побыть в регрессии с мастером, и вы видите, возможно, какое-то из своих прошлых жизней, и что-то там переживаете. Это настолько яркое, особенно если что-то негативное. Это настолько яркое, но... С одной стороны, мы понимаем, что, ну, это не реальность, потому что это воспоминание нашего прошлого. Но оно настолько живое. Вот у вас здесь что-то такое, что-то такое живое, да. Я не знаю, что-то такое сколыхнуло, но, видимо, эти эмоции... Может быть, вы сейчас работаете, да, что-то чистите, как-то себя прорабатываете, и вот этот вот слой вскрылся. Он должен пройти, да. И вот здесь это будет вам во благо. Я, к сожалению, не могу вам сказать ничего такого приятного, позитивного, но, видимо, здесь вот... Либо это точечно для кого-то, вот, но в поле это было очень ярко. Прям люди собрались вот именно под такой информацией. К сожалению, не могу сказать что-то приятного. Хорошо, давайте мы с вами переходим к последней позиции, к третьей. Зелененький камешек. Чем от вас веет? Здесь веет... Хочется сказать деревенской магией. Не знаю, почему. Хорошо, чем от вас здесь... Ну, здесь как будто бы вот деревней пахнет, но не в контексте навоза и вот отвращения какой-то. Нет, а вот здесь, знаете, как деревянный дом пахнет. А еще мне здесь пахнет... От вас... Вы на обучение пошли, что ли? Кто-то пошел обучаться. Мне пахнет, как в типографии... Новую книжку, когда берешь в руки... У меня так обычно с колодами. Я беру, когда колоду в руки новая, она пахнет типографией. То есть вот этой вот бумагой, да, печатной, клеем. Вот что-то здесь такое. Но еще мне почему-то показывают вот как-то деревню, чем от вас пахнет. Вот какой-то дом на окраине деревни. Деревом, деревом. Поэтому я сказала бумагой. Что еще, чем от вас веет? Огнем от вас веет. Вот опять-таки дерево, которое горит огнем. И вот когда костер разжигаешь, есть вот этот вот хруст, да, дерево, которое горит, ну, полено. Вот здесь такое вот это вот прям лето, очень тепло. И люди разжигают костер, чтобы вокруг него посидеть, да, вечером согреться. Веет от вас, знаете, вот пионерским лагерем. Я не знаю, если вы застали еще эти моменты. Пионерский лагерь – это когда, особенно если он в горах, вот этот вот запах такой достаточно специфический. Летом, вроде бы и прохладно, но в то же время пахнет вот пионерским лагерем. Может, кто-то в отпуск собрался. Еще чем от вас веет? Вот я и сказала, да, вот этот вот костер, когда люди вокруг костра собираются, да, где-то вот кто-то на гитаре играет. И почему-то я говорю, чем от вас веет, и я слышу, как эти, знаете, вот комарики летят, жужжат в ухо. Может быть, где-то сверчки тоже что-то такое. Лягушки где-то квакают. Я не знаю, может быть, кто-то поехал отдыхать, вот мне хочется сказать. Да что, чем еще от вас веет? Я сказала же, романтика двойка кубков, любовью от вас веет, да. То, с чего, в принципе, начинала расклад, когда я сказала, да, песню «Скриптонита ты пахнешь, как любовь». Да, какой у вас аромат, чем от вас веет? Гармония от вас веет. Гармония, но такой, знаете, такой активностью, здесь не пассивность, здесь активность. Чем еще от вас веет? Здесь ощущение того, что вы долгое время не могли прийти к какому-то балансу. А сейчас как будто бы вы пришли к этому. И вы очень хорошо, знаете, человек, который долгое время учился балансу. А сейчас вы как будто бы, ну и часто ошибался, а сейчас вы как будто бы в конце концов научились этому. И достаточно опытно, такой прокачанный человек, который балансирует между двумя энергиями, да. Причем вы делаете это так, достаточно легко управляете. Мастерством вот от вас веет. Я не знаю, как это сказать. Видимо, поэтому я и говорила про книги, как знание. Вот мастерством от вас веет. А еще мне здесь, знаете, показывают девушку, которая крутит обруч. Одно время для того, чтобы тонкая талия была, говорили о том, что нужно обруч крутить. Здесь, может быть, вы занимаетесь как-то спортом. Либо за собой стали следить, да, чтобы привести себя в порядок, да, в гармонию. Как-то выровнять. Вот здесь крутите как будто бы обруч. Либо осознание, да, здесь идет такое, что вот осознание бесконечности, что все циклично, что все одно и то же. И вы как будто бы это осознали, и теперь вы этим процессом управляете. То есть вы не включаетесь в него, и вас не мотает на качелях, а вы уже осознаете этот процесс и четко понимаете в каждую фазу этого цикла, что вам нужно уже сделать. Чем еще? Дорогами, дорогами у вас веет. Резину, кто-то резину, да, поменял. Зимнюю на летнюю на машине. Мне резиной пахнет. Асфальт и резина. Дорогами веет. Причем дорогами я имею в виду как на машине. Это не самолет, не корабль, не автобус, именно легковушка какая-то. Движениями. А может быть кто-то из вас и в прямом смысле, да, совершил какой-то прорыв. Наконец-таки смог, да. Здесь мне идет такое вот ощущение радости, что наконец-таки, да, я вырвался из этого сценария. Наконец-таки я осознал. Я вас сразу поздравляю. Поэтому выпадает двойка кубков, да, гармония. То есть, ну, осознал, что я даю, то и принимаю. А тут сразу двойка пендаклей, да. Я научился балансировать. И вот это вот понимание, новое знание, оно помогло вам сделать вот этот вот прорыв по колесничьему. Вы теперь понимаете, куда вам можно двигаться. Да, и вот тут жезлов на него выпадает сразу. Ну вот прям. То, что вы искали, вы нашли, да, вот по двойке кубков. Чем от вас свеет? То, что вы искали, то, что вы определялись, то, что вы думали, как-то хотели понять что-то для себя. Вы это нашли, вы это нашли. И вы по умеренности и двойке пендаклей, вы это как-то сбалансировали, сгармонизировали. И автоматически это вот вас как-то вывело из того сценария, по которому вы ходили. Какой-то новый шанс, да. Вот здесь вот сразу появился дополнительный ресурс энергии. И вам захотелось как-то вот куда-то двинуться, да. Что-то сделать такое. Сразу у вас появилось желание расширения. Сразу появилось желание как-то вот, знаете, что-то приумножить. У меня ощущение того, что вот вы как будто бы наконец-таки поверили в себя, да. Почему я говорю наконец-таки? Потому что долгое время тройки ходили в дьяволе. Все никак не могли вырваться. Вот здесь вот как будто бы, знаете, вы поверили в себя. И у вас сразу появилось желание, сразу появились какие-то идеи, амбиции, что-то сделать. И как-то вот приумножить, что ли, расширить свои границы. Что-то такое. Вы как будто бы стали о себе больше заботиться, понимаете. Стали себя больше любить. Здесь рождение чего-то нового произошло. Напишите мне потом тройки, что у вас. Наконец-таки вы что-то доработали, сделали. Рождение нового. Здесь вот такая вот радость, легкость, счастье. С одной стороны, а с другой стороны вот это, знаете, желание достичь каких-то высот. Здесь возможно это и все, что связано с финансами. То есть теперь наконец такое ощущение, что вот как будто бы границы открыли. Да, и вот теперь я могу, допустим, наладить свой бизнес и там импорт-экспорт. Да, и вот продукция пошла, и у меня идет хорошо это дело, и я получаю от этого деньги. Наконец-таки, причем вот здесь ощущение такой роскоши. Это может быть в прямом смысле, да, роскоша касательно себя. Либо это вот может быть что-то такое роскошь, богатство касательно, может быть, своего дела, да, может быть, своего бизнеса. Чем от вас пахнет? Да, чем от вас пахнет? Золотом от вас пахнет. Я не знаю, как может пахнуть золото, но здесь пахнет от вас золотом. Солнцем пахнет, одуванчиком. Одуванчик не пахнет, но в вашем случае он пахнет. Такой, знаете, вот, ну, причем не подсолнух, как по аркану солнца, а именно одуванчик. Смехом пахнет, смехом, радостью, детским звонком, колокольчик, да, колокольчик что-то здесь звенит. Хорошо, чем еще от вас веет? Ну, любовью веет, да. Королева кубков. Чем, да, там, на двойке кубков? Вы влюбились, что ли? Напишите, тройки, вы влюбились? Аркан влюбленных вышел. Королева Жезлов, наконец-таки, уверенная в себе и колесо фортуны, да, перемены. Я же говорю, какие-то перемены у вас произошли, но эти перемены произошли не случайно. Вы, наконец-таки, эти перемены пришли из-за того, что у вас произошел инсайд. Причем такой достаточно, знаете, как будто бы, хочется сказать, взрыв суперновый, да. Что-то такое произошло и... Вы как будто бы, знаете, с одной стороны, причем здесь так забавно, с одной стороны мне показывается королева кубков, а с другой стороны королева жезлов, и между ними аркан влюбленными, да. То есть аркан влюбленных, вот здесь как будто бы идет оценивание, да, ситуация, анализ, так же, как и по отшельнику, да. И вот этот анализ, он привел к тому, что вот вы воду и огонь, две противоположные стихии, вы смогли соединить в себе, да. То есть вот эта вот нежность и такая чувственность, замедленность немножко, что-то связанное с прошлым, интуиция, и одновременно огонь, амбиции, желания, сексуальность, такая уверенность в себе, да, проявление, коммуникация. Вы это как будто бы смогли, с помощью какого-то судьбоносной какой-то ситуации, вы смогли это уравновесить в себе. То есть пассивность и активность, вот здесь вот про то же самое, да. То есть когда я не посмотрю, там двойка кубков, либо, я не знаю, с одной стороны двойка кубков, а тут колесничий, да, то есть здесь принятие и отдача, да, двойка педаклей, то, что вы колебались, здесь вы пришли как раз-таки к тому, что как-то сбалансирование, хорошо, вот такое, чем от вас веет. Хорошо, а какой аромат вы излучаете? Давайте посмотрим. Какой аромат? Ну, жриц, верховная императрица и туз кубков. Ну вот какой аромат? Исцеление, наконец-таки, во-первых, исцеление, появление новых возможностей, да. Здесь хочется сказать, какое-то вот такое вот омовение, очищение произошло. Пахните. Вы пахните, пахните, пахните. Я не знаю, как женщина, которая, какая, знаете, шикарная, ухоженная, роскошная. Как она может пахнуть? Я даже не могу представить, какие ароматы сопровождают такую женщину, кроме того, что вот эта вот ее естественная уверенность в себе, вот эта вот такая огненная натура страстная и одновременно такая, знаете, пассивная, которая умеет завлекать, которая умеет флиртовать, которая умеет возбуждать и при этом ничего не делает сама. Вот здесь вот очень много света, очень много солнца, яркости такой. Какой аромат может быть? Я не знаю. Напишите, какие ароматы вы любите, и они у вас соотносятся вот именно с женщиной. В том понимании идеала, да, то есть здесь какой-то вот архетипический идеал женщины, чем он может пахнуть. Золото, вот у меня идет, он пахнет золотом, пахнет роскошью. Причем здесь очень красивая императрица в этой колоде. Она вот сидит, видите, в позе лотуса, и у нее огненные такие волосы. Мне очень нравится эта императрица. Я ее когда-то в свое время, помню, рисовала. Ну вот здесь вот такое, знаете, вот я шикарная, вот эти вот волосы, вот это вот богатство. Это изобилие. Здесь, значит, и цапля как символ материнства. Белый волк как преданность, любовь, защита, да, и змея, мудрость. И все это вкупе с тужом кубков. Да, как могут пахнуть кристаллы, если они находятся на природе. Вот представьте водопад. Как пахнет водопад? Я не знаю, как вам описать этот запах. Ну вот, я не знаю, например, там водопад Ниагара, да. Вот эта вот огромная мощь воды, падающая с огромной высоты. И вот она, вот этот гул от нее, и свежесть, и вот она как-то пахнет. И я не могу вам объяснить, вот так вот вы пахнет. Как пахнет мощь, как пахнет сила, как пахнет страсть. Вот это все описание вас. Вот такой аромат вы излучаете сейчас. Вот я сказала, посмотрите, я уже этот аркан когда-то показывала, да. Умеренности, да, 14 аркан, удовлетворение, да. Как пахнет женщина после хорошего секса. Я не знаю, как вам это описать, когда она, знаете, вот эта вот внутренняя удовлетворенность, да. То есть это было так классно, да, это было так хорошо, что вот эта улыбка, ощущение полной свободы, я не знаю, никакого-то кайфа внутреннего, что ли. Здесь вот просто про состояние я даже не могу придумать именно в этой позиции, да, какие-то вот запахи. Но однозначно это все связано с состоянием вашей души, потому что я вижу много воды. Поэтому вы пахнете так, как пахнет ваша душа на сейчас. Вот здесь что-то еще. Давайте еще одну карту вытащим. Да, все старое как будто бы ушло. Весь хлам вы из себя вымоли. Колесничий на повторе. Да. Здесь понимание, к вам просто пришел инсайт, понимание двойственности этого мира. Вот. И вы уже перестали как будто бы, знаете, оценивать на плохое и хорошее. Здесь идет полное такое, знаете, некачественное принятие, да, понимание двойственности мира. И где-то для себя вы вот эти вот две части, я помню, в какой-то момент я говорила, что не можете найти баланс между духовным и материальным. Так вот здесь вот такое вот ощущение, что вот, что есть две противоположности, да, вы как будто бы для себя нашли объяснение этому. Да, как-то вот у вас в голове пазл сложился и все соединилось по справедливости. Ну, то есть выравнивание, произошло выравнивание. Здесь вы точно что-то делали, да, и причем вы закрутили колесо фортуны. Здесь не то, чтобы случайный случай, случайный случай был, да, то есть помощи судьбы. А здесь вы как-то закрутили. Я не знаю, что вы здесь делали, напишите мне потом. Я обрадуюсь за вас, потому что все время говорила, ну, тройкам долго-долго шли, да, ну, как минимум месяца восемь точно. Что-то вы здесь прорабатывали. И вот если вы ждали знак, проработало или нет, то да, я могу сказать, да, вы проработали. Поэтому вы пахнете свободой и хорошим сексом. А я с вами прощаюсь до новых раскладов. Всем отличных выходных. Пока-пока.